Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома 93,9 Полдень, кофе, бутерброд, на Болткоме разворот Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком По рабочим дням в полдень, участие слушателей обязательно Разворот У нас гости Ребята, а это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радио Болткома 672 12 93,9 Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Разворот Сегодня его проведем мы, Оксана Антоненко И Вадим Родионов А помогает нам звукорежиссер Евгений Копейн И прежде чем мы начнем, мы представим нашего гостя Я по традиции напомню все каналы связи Во-первых, телефоны прямого эфира 672 12 93,9 и 672 13 93,9 звоните А также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv А в гостях у нас сегодня исполнительный директор общества АКОЛА Инесса Паклана Здравствуйте Здравствуйте, добрый день Давайте начнем, может быть, с того, что около года назад Ваша организация очень активно звучала в средствах массовой информации Была масса конфликтов, как мы понимаем, и юридических, и административных Все ли удалось выяснить, все ли, скажем так, нюансы удалось Ну, скажем так, выяснить и с авторами, и с депутатами, и с чиновниками Я думаю, вы говорите о поправках в законе авторского права Если вы упомянули депутатов Да, группа депутатов национального объединения Высказали идею, что они будут бороться за то, что если звучит радио в кафе За это не нужно платить Так как мы ехали с коллегами на большое собрание, большой митинг Всех авторов мира в Дублине То там была резолюция сразу, резолюция для Латвии Что нельзя так нарушать права авторов Потому что Бернская конвенция говорит, что автор должен получать вознаграждение за свою работу Всегда, когда звучит или используется его работа То есть неважно, из какого носителя звучит его работа Из радио, из телевидения, из компьютера, из СД Он должен получать зарплату То есть авторское вознаграждение Так что эти поправки, которые с большим помпом объявились Были все-таки нормализованы Но так как, конечно, депутатам не было куда ступать То вдруг показалась идея, что надо изменять дефиницию публичного исполнения Что такое публичное исполнение Ну, как вы понимаете, каждый интеллигентный человек Различает, что лично, а что публично Но у нас не было проблем Вот в этом году мы уже работаем 20-й год В Латвии не было проблем Ни у пользователей, ни у авторов Понять, что такое публичное исполнение работ Вот есть какие-то критерии? Допустим, если человек идет и слушает музыку У него из плеера она достаточно громкая И слышит несколько человек Вот это является публичным исполнением? Или речь идет о какой-то конкретном количестве людей? Нет, две разные вещи, скажем так Одно дело, когда вы слушаете для себя Как громко вы это делаете? Это, наверное, вопрос вашей интеллигентности У нас есть такие жители, которые звонят нам и говорят Вы знаете, есть ли там старые риги Есть ли у них лицензия для исполнения музыки? Мы говорим, ну да, есть Да, но они ужасно громко играют Но видите, как раз как громко это делается Это публичное исполнение То есть мой сосед поет караоке регулярно С этажа сверху Дома? Да, дома Пусть он это делает Но я это слышу и слышу все остальные этажи К сожалению, да Это публичное исполнение или личное? Конечно, нет Ну, конечно, нет Вы говорите, что 20 лет у вас не было проблем С тем, чтобы провести какую-то грань Между личным и публичным В принципе, я так понимаю У Акалы не было особенных конфликтов Ни с авторами, ни с представителями общественности Бизнеса и так далее Откуда эти проблемы появились? Ну, как я вам рассказала Это проблемы Вдруг кто-то, какой-то депутат Кому-то объяснил Или что-то обещал сделать И потом это подписали даже такие депутаты Которые юристы Так что это объявление, конечно, было абсолютно липовое Но все равно оно изменили дефиницию Немножко иначе стала дефиниция Дефиниция публичного мероприятия имеется в виду? Не мероприятие, а исполнение Исполнение Да Что это такое? Ну, что такое публичное? Что вы таки изменилось? Да, ну, сказано, что это Байра кем сабедре и басло цикле Значит, больше, чем одному Но это уже было Для нас, как исполнителя этого закона И людей, которые администрируют права авторов Это ничего не изменило Потому что мы и раньше не просили лицензии Ни у шоферов Которые одни в своей кабине И слушают музыку Например, в автобусе Не, например, в школах Или что-то такое Это не было В маршрутках, например В маршрутках, кстати Сейчас меняются, как вы знаете, маршрутки Много нелегальных маршруток Но, например, партии, таксопартии Некоторые взяли лицензии Потому что начальство Это зависит от начальства Или они понимают, что может быть нужна эта музыка Другие считают, что не нужна эта музыка Это зависит от пользователя Это их выбор Что они делают Берут лицензии или нет Но практически Это уже, например Суд доказал, например, и в Англии И в Финляндии Что на рабочем месте Если вы слушаете музыку И к вам возможно, что заходят клиенты Даже когда вы один сидите в кабинете Но клиенты меняются все время Это публичное исполнение Потому что это больше, чем вы себе слушаете Но вы слушаете на работе И при публике То есть, получается, после вмешательства депутатов Ничего, в принципе, на практике не изменилось И вы вот как работали 20 лет, так и продолжаете работать Конечно Потому что права авторов Это международные права И это конвенции международные, которые Латвия подписала То есть, мы не можем Кто-то не может придумать в Латвии Свои отдельные авторские права Хорошо, но радиостанции же платят авторские отчисления Почему еще те люди, которые слушают И хотят слушать радио, например, в публичном месте Должны еще покупать какую-то другую лицензию Это вопрос неправильно задан То есть, радио платят за то Правильно За то, что мы лично Вы, я, вы Слушаем радио Сами слушаем радио Но Здесь вопрос другой Когда, например, ваше радио звучит в кафе И музыка, в которую вы играете Делает фон для кафе А тогда эта музыка Уже часть бизнеса другого И, как я уже упомянула Авторские права Гонорар Или зарплата авторов Платится каждый раз, когда используют работу Каждый раз То есть, там, конечно, абсолютно маленькие суммы получаются Ноль кома ноль 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 Но В принципе, каждый раз, когда бизнес звучит Это музыка А это бизнес И магазин бизнес И кафе бизнес А это можно доказать? Ну, конечно Ну, каким образом? Что это, например, влияет Или является инструментом бизнеса конкретно? Ну, это вы посмотрите в интернете И вы увидите Сколько Всяких материалов О том, как это помогает Или не помогает Продавать Свой товар У нас есть, например У нас есть, например, магазин О котором мы очень удивлялись Почему нужно В депо Если вы знаете магазин Огромный Строительных материалов Огромный Зачем там нужна музыка? Да Владелец решил Что там нужна музыка Потому что Вот по этим Огромным территориям Ты идешь И при музыке У тебя Лучше настроение Ты, может быть, больше купишь Но Есть, конечно Владельцы магазинов Например, в Германии В большом В магазине КДВ Универмаги Когда перед Рождеством Играют рождественскую музыку Они извиняются Покупателям Что они играют Опять эти же Джингл Беллс Мелодия, которую Ненавидят все продавцы мира Потому что Она звучит В каждом В каждой радиопередаче Весь рабочий день Целый месяц Перед Рождеством Популярная мелодия Да Не скажем Очень популярная Да И Они извиняются Что звучит музыка И эта музыка Ну Немножко мешает Думать о том Сосредоточиться На Покупке подарков Есть и такое То есть Например Магазин Дрогас Это огромная сеть Во всей Латвии Есть магазины Которые Выбирают Что там будет Звучать музыка И есть магазины В этой цепи Которые В которых не звучит музыка То есть Это Я не знаю Это русское слово Торговодство Ну то есть Это надо знать Как продавать Это не маркетинг Это Торговля Торговля Как ты Ведешь Свою торговлю И как ты Свой товар Лучше продаешь Ну хорошо Так или иначе Вы только что согласились С тем что радио Уже один раз заплатил авторам А потом Значит Надо платить каждый раз Когда кто-то Использует радио Для бизнеса Ну может быть Радио согласно Вот Скажем так Благотворительностью Заниматься В данном случае Да Но радио Радио не владелец Авторских прав Это музыка Которая звучит Но радио купила контент Она же платила за этот контент Радио не купила контент Радио ничего не купила У радио Есть лицензия Купила право Использования контента Неправильно А как Да Только использовать Использоваться И ничего не купила Хорошо Можно аналогию К примеру Я у кого-то снимаю квартиру Я за нее плачу Дальше я позволяю Каким-то другим людям Делать в этой квартире Все что им хочется Вы не можете это делать Как вы прекрасно знаете Это не пример Ну то есть В рамках закона Я могу Это предлагать Если у вас Радиостанция Для интересованного аудитории Ладно Дело в том Что Радиостанция Имеет разрешение Или договор Или лицензии Только на использование В своих целях Для себя И если например Радиостанция Как некоторые радиостанции Делают концерты Где-нибудь Они берут Они берут Отдельную Другую лицензию Потому что Лицензия Для передачи Это не лицензия Для использования В концертах В кафе И так далее Хорошо Если все получается Настолько просто И однозначно Я так понимаю Все дело Даже не в философской сути Этой цепочки А в том Как заключены Вот эти конкретные договора Если все так просто То почему у вас В последнее время Столько судов Как открываешь Новостное агентство То судитесь С какой-нибудь радиостанцией То с каким-нибудь Ну условно говоря Кабельным оператором И так далее Ну условно говоря С кабельными операторами Мы еще не судимся Ну ладно Я так хорошо Не совсем кабельный оператор Начнем с того С таких больших судов Сейчас Мы посмотрели Одиннадцать Два из них Не относятся вообще К использованию Авторских прав Относятся Но в другом В другом смысле Там есть суды Об использовании Например Произведений искусства В учебных книгах И так далее Это Это нормально Потому что Закон Есть закон Но Нарушители закона Есть во всех странах И к сожалению В Латвии их много Сейчас прервемся На новости и рекламу А потом вернемся У нас в гостях Исполнительный директор Общества Акала Инна Сапакл Не переключайте Мультимедийный информационный портал Все самое важное Под рукой Наглядно Доступно Подвижно Основательно Полный обзор Окружающих событий Современное динамичное телевидение Профессиональные выпуски новостей Ну мы продолжаем Программу разворот В студии работает Оксана Антоленко И Вадим Родионов В гостях у нас Исполнительный директор Общества Акала И член Совета Авторов Инна Сапакл Еще раз здравствуйте Здравствуйте Еще раз И у нас есть звонок С него и начнем Эту часть эфира Одевайте наушники Здравствуйте Вы в эфире Говорите Здравствуйте Здравствуйте Вообще Наверное Барашня сама Понимает Что она делает Поэтому Наверное Она права Она так думает Но я думаю Что подавляющая часть Режана Не поддерживает И не только Режан Но собственно Не в этом вопрос Вопрос заключается в том Она может поделиться Структурой Самих расходов Потому что у меня Такое ощущение Складывается Что процентов 70-80 Денег Которые взимает Эта организация Она уходит на содержание С куба Этой организации Самой И где можно узнать Структуру их расходов То есть Как много они отчисляют Авторство И так далее И так далее То есть Спасибо Формирование бюджета Акалы Какие Из чего складываются Ваши доходы Акала Не Акалы А Акала Акала Хорошо Бюджет формирует Авторский совет И последние Три или четыре года Среднее отчисление Среднее отчисление От всего Авторского Вознаграждения Собранного Обществом 22% Но Эти Проценты Разные Для разных Работ И разных Видов Использования То есть Меньше в театре Больше В публичном Исполнении И это зависит От работы Которая Нужна Чтобы Выдать Лицензию Собрать деньги Распределить То есть Это администрирование Администрирование Да То есть Процент Администрации От 7% До 24% А в абсолютных цифрах Сколько? А в абсолютных цифрах Если мы В прошлом году Получили Для авторов 4,15 миллионов То для администрации Ушло примерно 600 тысяч Включая Все вот эти Суды Включая Нашу Базу данных Мировых Мировых Авторов Которые Мы Используем Которые Серверы В Лапландии И мы Используем Базу данных Которая Общая Для скандинавских И балтийских Стран То есть 25 Рабочих Которые Выдают Эти лицензии У вас есть Еще какие-нибудь Источники доходов? Не знаю Государственные Конечно нет Муниципалитеты Конечно нет Мы авторское Общество Которое Негосударственная То есть Получается Что если вы Заработаете И соберете Ну не знаю Тех же кафе И так далее Меньше денег То вам останется Меньше денег На Ну допустим Зарплаты Сотрудникам И так далее То есть Вы финансово Не поняли Авторы Сказали Какой процент И это видно Какой процент Можно брать Для администрации В каждом Виде Работ Это я понимаю И все В принципе Вы финансово Заинтересованы В том Чтобы отчисления Были больше Мы авторы Я автор Я автор Сама автор То есть Мы заинтересованы Конечно Для этого Мы созданы Как вы думаете Не как автор А как представитель Организации Окола Тем более Организация Окола Авторское Общество Я автор Такой же Как остальные Авторы Которые в этом Обществе И наша Наша Организация Для того Чтобы Собрать Авторам Авторское Вознаграждение Чем больше Вы соберете Тем больше Вы получите Как организация В том числе Потому что Процент идет От общей суммы Но Это не значит Что мы будем Больше Тратить Потому что Есть Фонды резерва Мы купили Дом для авторов То есть Это нормально Дом для авторов Это что такое Это что такое Но это то Что мы имеем Свой дом Общество имеет Свой маленький дом Бюро Да Которое Авторское бюро Это нормальная Организация Как организация Работает как должна работать. Да, понятно. Давайте на пару слов вернемся к судебным процессам, раз уж вы тоже их затронули. В чем заключалось ваше недопонимание советом по конкуренции? Совет по конкуренции написал очень интересный материал о том, что наши тарифы самые высокие. И очень высокие, и слишком высокие. Слишком высокие. Среди кого? Вот среди кого. Сейчас начинается вопрос. Мы, конечно, подали апелляцию в суд, потому что до сих пор нам не ясно из этого текста в каких рамках, где, что самое высокое. И вообще, почему такой рассказ о паритете, индекс паритета и очень ненаучные всякие доказательства о том, что у нас высокие тарифы. Потому что, как известно, такое, например, дело как торговля, она не сравнивается по странам. А это вопрос о тарифах музыки в кафе, не в кафе, в магазинах и в других таких вот местах. То есть, очень странно, что совет вдруг по конкуренции рассказывает такие вещи, которые международно вообще не приняты. А как вообще формируется ваш тариф? Вот цена лицензии, она откуда берется? В цену лицензии входят очень многие вещи, включая то, сколько нужна эта музыка, этот товар для использователя. То есть? То есть, есть три большие категории, по которым распределяются тарифы. Категория такая, в которой музыка очень необходима. Например, в дискотеке. Дискотека не может без музыки. Там выше тариф. Тогда... А давайте цифры называть сразу. Ну, вы можете посмотреть... Моя слаба. Я... Извините. Это... Ну, послушайте. Это тарифы. Вам надо посмотреть, сколько там. Это по квадратным метрам. Сколько там меняются квадратные метры, вот и меняется тариф. Хорошо, я напомню, что... Напомните, может быть, тогда интернет-сайт, чтобы наши радиослушатели могли посмотреть. Да, обкатла.лв. То есть, это очень просто. Вы можете это найти. Все тарифы, все пользователи. Вы лично, очевидно, никогда. У вас нет ни кафе, ни магазина. Вы с этим... Извините, да. Да, поэтому такие странные вопросы. Те, которые имеют, они, конечно, открывают сайт, смотрят, находят свое место и знают, какой тариф. Ну, и, насколько мы понимаем, в последнее время набралось определенное количество людей, бизнесменов, которые не в курсе, что надо было какие-то лицензии покупать. Лицензии не покупают, лицензии получают. Насчет авторского права. Там это не покупка, которая, например, лицензия на алкоголь. Вы покупаете и платите государству. Это сумма, которая в этой лицензии полное авторское вознаграждение. Ну, так или иначе, вы получаете лицензию и какие-то деньги все-таки отдаются. Так в чем заключался ваш конфликт теперь уже с йогами? Насколько я понимаю, там вы как раз... С кем? С йогами. С какими йогами? Флэшмоб йогов. На Домской площади. А... А Кала нашла нарушение. Это как раз тот случай, когда... Ну, очевидно, звучала музыка, использовалась музыка. Когда не в курсе были люди о том, что надо платить. Ну, видите, то, что есть пользователи, которые не знают свою работу, это очевидно. Извините, конечно, как вы правильно говорите, начинающий, в кавычках, бизнесмен, он просто начинающий. Он не знает, очень часто не знает, правда, что он должен делать. А давайте, может быть, так буквально в двух словах для начинающих бизнесменов, или, может быть, для бизнесменов, которые еще не в курсе, что они бизнесмены, которые получают какую-то пользу от использования музыки. Так в двух словах. В каких случаях все-таки надо задуматься о том, стоит ли приобрести лицензию? Если у вас есть мысль, что это исполнение публичное, то есть для публики, то есть больше, чем одному человеку, которые лично с вами не связаны, спросите это. Даже если я в этом случае не зарабатываю денег? Да. Например, есть очень много всяких мероприятий, которые бесплатно, но кто-то за это платит. Например, Кока-Кола платит, Лореал платит, концерты бесплатные, но они берут лицензии и оплачивают авторскую работу. Ну, а если так подытожить этот разговор, вот, к примеру, если я выставляю радиоприемник к окну поближе и так, что весь двор слушает музыку. Это как бы публичное воспроизведение, я от этого никаких денег не получаю, никто от этого никаких денег не получает. Извините, это не публичное, это я возвращаю, что мы уже начали. Вы лично слушаете радио и заставляете меня, как соседа, слушать тоже. Ну, это просто вопрос вкуса. Ну, больше, чем один слушает таким образом радиослушатель. Да, да, но, извините, никто не бегает по вашим дворам и не смотрит, что вы играете там с вашего радио. Давайте я зачитаю те сообщения, которые мы получили по каналу Видеучета, и наши радиослушатели интересуются, в больнице больные смотрят телевизор, кто оплачивает? Нет. Это насчет администрации использования работ в больнице, как я уже сказала. И в пансионатах у нас нет такой лицензии, и мы не выдаем эту лицензию, потому что администрация была бы слишком сложная, слишком дорогая и бессмысленная. Так же, как, например, если вы в тюрьме, вы можете слушать музыку. Мы тоже не выдаем лицензии. То есть, заключенные могут слушать и не бояться, что их штрафуют. Да, даже если они восемь в одной камере, я не знаю, говорят, что очень плохо в тюрьме. Давайте примем звонок. Добрый день. Добрый день. Вот ваша собеседница совершенно справедливо указала, что музыка – это как важный элемент процесса производственного, который помогает и в торговле, и повышает производительность труда и так далее. Так вот, тогда логично очень просто. Все сборы, которые вы получаете, ну, про вас я не говорю, вы администрация, которая занимается администрированием этих сборов. А вообще, все авторы должны платить тогда подоходный налог и социальный налог в соответствии с законами нашей республики. Они этого не делают. Это первый вопрос. Второй. Знаете, вот организация ваша, она будет развиваться по линии вот глупой развития, глупой политкорректности, что мы имеем на Западе. То есть, будет множиться контроль, задача будет все больше и больше получать денег, больше скандалов и так далее. Дойдем до чего? Что, например, музыка и вообще авторы – это первая просветительская и культурная роль, а не зарабатывание денег. Об этом вы не забывайте. И чем чаще, например, исполняется произведение какого-то автора, например, по радио, тем больше у него репутации, тем больше возможно заработать эти деньги. И кто? Спасибо. Спасибо. Конечно, вы не правы. Мы платим подоходный налог со всех авторских. Мы, как общество, мы не можем выплатить автору авторское вознаграждение, так же, как вам зарплату не может выплатить тут на радио, если вы не заплатили подоходный налог. Это невозможно. Сейчас вопрос о том, нужно ли платить социальный налог с авторского вознаграждения вдруг показался. Я считаю, что это вопрос двойной, потому что есть авторы, которые, очень много авторов, которые на пенсии, то есть они, в принципе, у них нет смысла больше платить социальный налог. Есть авторы, которые работают где-то, и это до сих пор, если ты работаешь где-то постоянно и получаешь авторское вознаграждение, ты можешь выбирать, платить или не платить, но вознаграждение, из которой суммы ты будешь платить. Конечно, с одной стороны, это очень было бы хорошо, потому что очень многие авторы, включая, например, такие, как вы, которые работают на радио, на телевидении, в газетах, в журналах, они не защищены. Очень многие работодатели показывают вашу работу как работу на зарплату. Вы думаете, это так? Это не так. Мы встретяли авторов, которые считали, что за них платятся как зарплаты социальный налог. Оказалось, что автор, автору годами платили только авторское вознаграждение и не платили социального налога. Гонорары, то есть. Да, ну, из гонорара, то есть, да, и не платили социального. То есть, автор не мог получить потом пособие по безработице, и, как вы понимаете, пенсии-то будут маленькие, если ты не платишь, социальные. Но подоходные – это невозможно, так что это одно вето. Я хочу ответить на остальное. И вопрос о всё больше и больше денег. Видите, есть люди, которые у нас до сих пор помнят какой-то советский лозунг «Искусство принадлежит народу». Но они не знают, что там дальше сказано в этом лозунге. Но дело в том, что правильно вы говорите, если музыка помогает работать, это хорошо. Нам песня строится, жить помогает. Да, прекрасно. Но автор тоже человек такой же, как тот, который при этой музыке работает. То есть, он должен получать свою долю, зарплаты он тоже платит за электричество, за телефон, у него тоже дети в школу идут, и это вот его, это его зарплата, а не другая. Хорошо, может быть, ещё пару слов в целях начатого ликбеза по поводу того, как формируются доходы авторов. В понимании обывателя автор продаёт свою композицию, не знаю, будь то картина, музыка, песни и так далее, продаёт некоему заказчику, который ему платит деньги. На эти деньги автор живёт, оплачивает электричество, счета и так далее, и так далее. Зачем, помимо этого, если один раз автор уже получил за свою работу, зачем ему после этого ещё каждый год получать какие-то авторские отчисления? Вот такой абсолютно простой бытовой философский вопрос. В этом автор отличается от тех людей, которые не авторы, которые только исполнители в жизни. Во-первых, большинство авторов ничего не делают на заказ, извините. Большинство авторов пишут книгу от себя, и не потому, что кто-то ему заказал. Ну хорошо, но он хочет эту книгу реализовать. Да, конечно. И потом он идёт, например, в издательство, которое, конечно, зарабатывает деньги на этой книге. Конечно. Но и маленькую часть гонорары вы сами знаете. Может быть, вы можете спросить у коллег, у кого какие гонорары? Очень маленькие. Очень маленькие. И если человек получает около тысячу лад за роман, который он писал 3-4 года, извините, это много или мало? Так что эта система исторически развелась так, что авторы, поэтому они получают за каждый раз, когда используются их работы. А можно так вот любопытство ради в абсолютных цифрах? Вот, допустим, зарубежные западные авторы, не знаю, вот та же Бритни Спирс, каждый год от вас сколько получает? Ну, это я не считала, сколько Бритни Спирс получает. Верно, плюс-минус, там пару лад, пару тысяч. Извините, извините. Звёзды категории А мировой. Мы не считаем эти деньги, потому что мы платим организации, которые представляют не только Бритни Спирс, но ещё сотни таких же известных авторов. То есть сумма это совместная, совместная из компьютера. Это никто не выписывает, и никто не подсчитывает, и никто не делает, не говорят по углам, сколько получает Бритни Спирс из Латвии. А кто у вас самый большой получатель по суммам? Как вы думаете? По суммам не знают. Конечно, Раймонд Пауз. Ну, конечно. И когда он был... То есть даже не западные звёзды? Ну, я вам... Зачем говоря, не компании, которые представляют западные звёзды? Я вам объясняла, что мы не знаем, сколько получает какой-то западный автор. Нас это не интересует, потому что мы не подсчитываем отдельно по авторам. Я имею в виду не компании, которые их представляют, а именно местные. Раймонд Пауз, как наш автор, мы больше 4,5 тысяч авторов имеем. И Раймонд Пауз, конечно, самый-самый автор, который получает самые большие деньги, который работает как автор 60 лет, у которого больше чем 3,5 тысячи работ, и который получает деньги и из Финляндии, и из России, и из Японии за то же караоке, что вы упомянули только за одну песню в год. Так что, да, конечно, он самый известный. Я автор, сочиняю, исполняю, записываю свои авторские произведения. Как мне начать на этом зарабатывать? Просто зарегистрироваться в вас, и вы будете отслеживать факты воспроизведения моих работ, и будете меня и мне перечислять авторские отчисления? Или как-то по-другому? Это интересуется наш радиослушатель? Да, к нам может приходить любой автор, работы которого уже используются. Используются где? Везде. Есть какой-то крикарий, один раз прозвучал на радио? Да, если я понимаю, что этот автор пишет песни, то есть его песни, я надеюсь, используются на радио. Радио, имея вот эту лицензию, электронно дает программы все. Вы прекрасно знаете, я работала на латвийском радио 17 лет в музыкальной редакции, тогда все было в записи, и там были огромные паузы. Сейчас коммерческие радио работают так, что весь день крутится музыка, это уже запрограммировано. То есть эту программу мы получаем. То есть вам не надо мониторить, сидеть, слушать и так далее? Вы просто по плейлистам работаете? Это как раз денежный документ. Окей, давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. В принципе, вот только что ваша гостья рассказывала про авторов. Конечно, эта система уже вошла как бы... Ну, человек, звонивший, правда, сказал, что политкорректность, это уже доходит до абсурда. Я считаю, это точно как вершина этой болезни, вот это то, что сейчас происходит, вот сборы этих денег, а болезнь где-то глубже, потому что, ну, автор, если он сочиняет песни, пусть он ездит с концептами, пусть он зарабатывает деньги. Мне тоже надо детей кормить. Я каждый день должен выходить и сеять этот хлеб и убирать потом, который ест этот автор. Ну, тогда я не знаю. Я еду на машине, нажал на тормоз, заплатите, пожалуйста, вот этому, кто изобрел этот тормоз, заплатите ему эти деньги или что. Так мы можем дойти до абсурда. Это вообще, это организация, я считаю, бандитская, натуральная. Спасибо. Давайте все-таки воздерживаться от каких-то оскорбительных высказываний. Тем не менее, в вопросе прозвучало некое, на мой взгляд, такое рациональное зерно. Получается, что действительно любые запатентованные вещи, там, допустим, тот же тормоз, система руль, колесо и так далее, они тоже могут авторы... Да, автор получает за это, за патенты, как вы знаете, получает. Но я хочу немножко сказать о выражении, пусть авторы ездят на концерты, извините. Большинство авторов сами свои работы просто не исполняют, если мы говорим о музыке, просто не исполняют. Потому что, например, авторы текстов никогда не поют эти песни. Их стихи какой-то композитор берет и делает песни. То есть, там еще... Но он же берет не просто так. Нет, он, к сожалению, очень часто берет просто так, не платя ничего, не платя ничего. То есть, уже это представление о том, как авторы получают деньги, и что кто-то может их послать на концерты выступать, это абсурдно. Потому что авторы, если вы посмотрите вот из этого списка более 4 тысяч авторов, которые более 2 тысяч занимаются музыкой, часть из них вы даже не знаете, и они никогда ничего не идут на концерты, никогда. То есть, это система, как в мире, годами, 150 лет. Не вчера, не позавчера. И это не вопрос политической корректности. Это экономический вопрос авторского вознаграждения. Мы очень сопереживаем авторам, разумеется, и, конечно, мы хотим, чтобы им жилось хорошо, и они получали деньги за свои работы. Но, так или иначе, если вот все-таки подытожить эту тему, к примеру, когда человек хочет организовать какое-нибудь мероприятие, к примеру, благотворительное. Денег, естественно, нет, тем более на покупки, на приобретение лицензии и так далее, и так далее. Но он хочет, чтобы там было какое-то музыкальное сопровождение. Или это какая-то благотворительная акция, или это тоже там кафе, которое, ну, на грани банкротства, условно говоря, не хочет платить. Можно я закончу буквально по разуме? Да, пожалуйста, пожалуйста, я уже поняла ваш вопрос. А как ему оформить это музыкальное сопровождение так, чтобы не надо было за него платить? Это классическую музыку играть самому лично, или вот какие есть варианты? Можно и не самому лично классическую музыку, незащищенная музыка вся, которая... То есть защищена музыка или работы всю жизнь автора и 70 лет после смерти автора. То есть если вы посчитаете автора, которые умерли 70 лет назад, немножко 71 год назад, это незащищенная музыка. То есть Бетховену и Моцарту платить не обязательно? Нет, не обязательно, не платится просто. Это абсурдно, это пустой разговор. И дальше, насчет вот этих благотворительных, извините, извините, мы знаем прекрасно, что, например, создается благотворительный концерт, исполнителям платят, гардеробистки платят, гардеробу платят, охране платят, всем платят. Почему-то автор, который там бесплатный концерт, может быть, 10 латов этой лицензии стоит, почему он не должен получать? Если, например, сейчас будет Далай-Лама в Латвии, там будет использоваться музыка, организаторы уже к нам обратились, они знают, это будет маленькое общество, которое встретится с Далай-Ламой, они знают примерно сколько мест в зале, и они знают, что они возьмут лицензию. Это, во-первых, это не так дорого, во-вторых, этот рассказ о благотворительнице, благотворительности не всегда правдив. Все-таки есть презумпция невиновности, все-таки хочется верить в том, что есть хорошие и правильные благотворительные акции. Извините, автор имеет право сам заниматься благотворительницей, благотворительностью, кто-то ему сейчас навязывает эту благотворительность. Он получает деньги, и он может использовать свои деньги, свою зарплату, как он хочет. Если автор играет свою музыку, исполняет, то лицензия не нужна? Все равно нужна. Почему? Потому что это публично. А, Б, очень редко свою музыку. Есть такое название, свою музыку. Сам написал, сам песню сочинил, сам музыку к ней придумал. И сам заплатил, получается, за лицензию. Но сам гитарий сыграл. Ладно, у нас таких концертов, я не знаю, ну, мало, ну, нету, я не знаю, два, может быть, в году. А кто исполнитель, популярная такая? Да, но, в принципе, эти авторы все-таки связаны с другими авторами. Например, про Ата Бетра. Ну, как будто они сами пишут музыку. Но в каждом концерте есть музыка, в которой участвовал их умерший товарищ, который автор, у которого уже наследники. Есть музыка, которая написана на стихе Иманта Зеедониса, который не их... То есть, это только кажется, что автор все сам делает. Но у нас есть такие авторы, например, Иманс Даксис, который очень специфический голос. Он сам пишет свои тексты, сам играет на гитаре, сам поет. Ну, он у нас был одно время, он ушел. Но его используют очень мало на радио или в других местах. И, конечно, он может администрировать свои права сам. Мы для того, для тех авторов и для тех использований работ, которые авторы сами индивидуально не могут администрировать. — Ну что ж, на этом мы сегодня подведем итог нашей программы. Время, к сожалению, подошло к концу. К сожалению, опять же повторюсь, мы не смогли принять все звонки. Их действительно много. Часть сообщений только из видеочата зачитали. Будем еще приглашать. Тема не исчерпана, тема интересна. Спасибо вам большое, что пришли. Напомню, что в гостях у программы «Разворот» была член Совета авторов и исполнительная директора общества «Акола» Инесса Паклана. Всего доброго и до свидания. — До свидания. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok